Координация и регуляция Координация и регуляция. Фильм 2. Какие бывают рефлексы? Различают безусловные и условные рефлексы. Безусловные рефлексы – это рефлексы, которые передаются по наследству, поэтому их еще иногда называют врожденными. Например, коснувшись горячего предмета, мы резко, не задумываясь, даже не почувствовав еще боли, одергиваем руку. Это пример безусловного рефлекса. Условные рефлексы – это рефлексы, приобретенные в результате жизненного опыта. Например, можно выработать условный рефлекс у аквариумных рыбок. Если в течение некоторого времени сопровождать их кормление постукиванием или звонками, то довольно скоро они станут приплывать просто на звонок или стук по стенке аквариума, даже не получая при этом корма. Выработка у животных условных рефлексов лежит в основе их адресировки. У каких животных сетчатая нервная система? Сетчатую нервную систему имеют кишечно-полосные. Это пресноводные гидры, актинии, медузы, кораллы. Это самый простой тип нервной системы. Как устроена нервная система дождевого червя? У дождевого червя нервной клетки сорваны в нервные узлы. Самый крупный из них находится над глоткой, надглоточной. От него отходят многочисленные нервы. И поэтому передний конец червя обладает большой чувствительностью. Надглоточный узел является как бы головным мозгом. При его повреждении червь хотя и сможет продолжать двигаться, но встретив на пути препятствия, не сумеет его обойти и будет долго биться в преграду, не меняя направление движения. Надглоточный нервный узел, соединяясь с подглоточным образованием, около глоточное нервное кольцо. От подглоточного нервного узла отходит брюшная нервная цепочка. Она тянется вдоль всего тела и состоит из пар узлов, лежащих в каждом сегменте и соединенных между собой. От них во все части тела червя к мышцам, внутренним органам отходят многочисленные нервы. Работа всех органов червя контролируется нервной системой. Расскажите о строении нервной системы позвоночных. У позвоночных нервная система располагается на спиной стороне, а не на брюшной, как у безпозвоночных. Она состоит из головного мозга, спинного мозга и нервов. Спиной мозг расположен в позвоночнике и имеет вид длинного тяжа. Головной мозг находится в черепе. В нем различают передний мозг, средний мозг, задний мозг. Какие отделы различают в головном мозге позвоночных животных? У различных животных эти отделы развиты по-разному. Это связано с уровнем их организации и образом жизни. Например, у всех рыб хорошо развиты задние и средние отделы, но у хариуса, обитающего в чистой прозрачной воде, особое развитие получили зрительные доли среднего мозга. А у линия и карася, обитателей мутной воды прудов, структуры заднего мозга, связанные с осязанием. Движения рыб в воде очень сложны и разнообразны, поэтому у них особенно хорошо развит мозжечок, отдел заднего мозга, ответственный за координацию движений и ориентацию тела в пространстве.